Программа «Вечер во Владимире» продолжается. Напоминаю, что работаем мы в прямом эфире. Телефон в студии 44 40 47. Звоните и присоединяйтесь к нашей беседе. Открылся 10-й областной фестиваль короткометражного любительского фильма «Киностарт», который пройдет во Владимире с 5 по 9 декабря 2022 года. И сегодня с жюри фестиваля мы будем говорить. Знакомлю вас с нашими гостями. Это Александр Новиков, режиссер, продюсер, заслуженный работник культуры Республики Крым и Елена Куценко, заслуженный работник культуры Республики Крым, член Союза кинематографистов России. Здравствуйте. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, нашим телезрителям о фестивале. Какие у него цели, задачи, насколько давно он существует? В этом году ему 10 лет исполнилось, а мы присутствуем на этом фестивале в качестве члена жюри уже 4 года. И потому что мы партнерская организация, такая же, как и во Владимире, киноцентр, только у нас в Крыму. И в рамках партнерских соглашений мы поддерживаем, помогаем друг друга. Потому что наши коллеги к нам приезжают на наши фестивали, конкурсы участвуют тоже членами жюри. Ну, сам фестиваль очень интересен, потому что он дает толчок развитию и регионального кинопроизводства, что тоже замечательно, и поддерживает юных и не очень любителей кино, помогает продвигать их творчество в регионах. И вот мы рады, что мы как бы в этом процессе всем участвуем. Великими режиссерами или актерами становятся не сразу. И киностарт этому способствует. 10 лет мы уже наблюдаем, ну не 10 лет, а 4 года, но мы с каждым годом наблюдаем, как фестиваль растет. Это можно наблюдать за работами, которые присылаются, за теми встречами, которые у нас на фестивале. То есть потому что люди задают вопрос, а значит они уже учатся, а значит они чего-то достигают. А соответственно, а это уже и история фестиваля. А насколько велика география фестиваля? Я знаю, что в этом году рекордное количество участников. 19 регионов, по-моему, сказала Елена Александровна, как председатель оргкомитета фестиваля. И мы очень рады, что в эти 19 вошли и Крым. Это и в Паторе, и Симферопольский район, наши студии, где ребятишки занимаются. Вот Симферопольский район, это пришколе, медиа-центр. И мы с ними работаем уже 11 лет, с этой школой. И там киноклубная работа, хорошо поставленные дети делают свои различные аудиовизуальные проекты, в том числе и кино. А студия «Первый шаг» этой студии 25 лет уже в Крыму. Они, конечно, молодцы, просто необыкновенные, потому что они профессионально занимаются. И их работы по всей России участвуют в фестивалях, конкурсах. И вот мы очень рады, что они, наконец, и сюда добрались. Плюс еще те, когда мы посмотрели, как члены жюри увидели, еще те студии, с которыми мы или вот здесь познакомились на фестивале, и 4 года они участвуют. Но есть еще и те, с которыми работаем мы в Крыму. Это Якутия, это Тюмень, это еще какие-то другие регионы, тот же Владимир, с которым мы работаем, детская анимационная студия, начало при киноцентре. И это очень здорово. То есть вот нас очень радует то, что мы делаем одно общее дело. Вот такая большая страна, и мы помогаем этой стране продвигать детское, вообще любительское кинотворчество. А какие номинации будут? Ну, здесь 5 номинаций. Прислали работы в 5 номинаций. Это социальные фильмы, промо-ролики, анимационные фильмы, документальные и игровые фильмы. А какие критерии для работы существуют, чтобы, например, поучаствовать в этом конкурсе? А что нужно? Чем нужно отличиться? Ведь наверняка не все работы принимаются. Ну, есть критерии, выписанные в положении, это обязательное условие. Которым придерживаемся, конечно. Положение продумывает. Во-первых, это должна быть авторская работа. Понятие авторского. Понятно, что человек работает, берет ту тему, которая положением прописана, и вот свое понимание, свое видение раскрывает, пытается раскрыть в этой работе. Критерии того, что это все-таки работа, которую можно смотреть, потому что есть какие-то учебные работы, когда люди учатся что-то делать, то это не сам фильм целостное какое-то произведение, а больше это как этюдики какие-то. Да, но такие этюды, конечно, они не для конкурсных фестивалей. А вот уже самостоятельный, законченный сюжет, где действительно мы видим, пусть это первые шаги, но это уже законченная, логически выстроенная работа. И вот такие работы принимаются на конкурс. А дальше работа жюри. У нас есть за ног телезрители, давайте ответим. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте, Елена. У меня такой вопрос. А как принять участие в этом фестивале людям, которые живут в других городах, то есть в фильме, коротко-нетражного, любительского фильма «Киноштаб» с жителем других городах? Спасибо большое за ваш вопрос. Я, наверное, немножечко переформулирую. Вот как жители Владимира, например, могут поучаствовать, куда нужно прийти, и когда это можно сделать, и смогут ли работу увидеть действительно жители других городов? Будет ли такая возможность? Ну, конечно. Дело в том, что сегодня это век технологий компьютерных. И все записывалось, и открытие сегодня шло, и онлайн параллельно, в прямом эфире. Все это будет в записи, будет выставлено на сайте киноцентра Владимирского полностью. Вся программа фестиваля, все фильмы, которые были присланы в разные номинации, они, во-первых, и на сайте их можно посмотреть, будет так, в записи, и посмотреть вот в живом. Это нужно прийти в киноцентр улица Левитана. 27-а. 27-а. Дикторы Левитана, 27-а. А как подать заявку? Ну, также на сайте есть заявка, есть положение. За этим нужно просто следить, и, соответственно, все заявки принимаются. А повторюсь еще, что все фильмы, которые были присланы, они будут показаны в онлайн. То есть просто выставить в онлайн нельзя, так как это авторские права, все-таки для этого необходимы соответствующие документы. Но посмотреть фильмы можно в онлайн-режиме на сайте, портале киноцентра. А если живут здесь во Владимире, то надо посмотреть на сайте, опять же, расписание мероприятий, фестивале. Оно там есть, программа, она уже давно там есть. И приходите смотреть прям вживую в зале. Приходите, свободные места есть, все, пожалуйста, можно смотреть. А вот расскажите немножечко о программе, что ждет Владимирцев, что они могут увидеть, может быть, мастер-классы какие-то? Обязательно. Ну вот уже с сегодняшнего дня начинаются мастер-классы. Я приглашаю в 7 часов на свой мастер-класс, где буду рассказывать о том, как правильно делать промо-ролики, социальные фильмы, социальную рекламу. Потому что это номинации, которые у нас существуют на фестивале, в фестивальном программе. И как это делать грамотно-правильно, вот мы попытаемся научить или подсказать хотя бы. Завтра Александр будет представлять свой мастер-класс, тоже будет очень интересно. Каждый день каждый эксперт, каждый член жюри представляет свой мастер-класс и всячески пытается помочь. Либо, может быть, какие-то замечания сказать, либо что-то подсказать на путстве какое-то дать, для того, чтобы было развитие. Поэтому каждый день будет что-то. Это будут и показы, и мастер-классы, и встречи, и обсуждения, где можно будет вживую задать вопросы. Так как прийти в киноцентр, присутствовать на мастер-классы, так же и в онлайн-режиме это будет. Если вдруг не будет срабатывать онлайн-режим, сейчас, вы знаете, у нас много проблем с нашими программами. Не всегда интернет работает, так как бы нам хотелось. Все будет обязательно записываться, и все мастер-классы, и все. Нужно потом просто в чате задавать вопросы. И пока идет фестиваль, на них мы будем отвечать. Мы здесь все время. Когда вы будете оценивать работу, как члена жюри, на что вы обращаете внимание? Что для вас важно? Ну, дело в том, что есть определенные критерии, которые разработаны на любом фестивале. Они, в общем-то, незыблемы. Конечно же, во-первых, мы все прекрасно понимаем, что это не профессионалы, а что это аматоры. И, конечно, здесь главное то, чтобы это была авторская работа, чтобы мы видели, что есть заинтересованность у тех, кто делает, у юных режиссеров и не очень юных, к этому делу, за то, что они берутся. И что это как-то интересно, оригинально, что это не избитые шаблоны какие-то, да, как бы вот стереотипы. Вот это главное, чтобы это были какие-то темы актуальные, интересные, полезные для тех, кто будет смотреть потом эти работы. Не для себя, чтобы они делали, а для тех, кто это будет смотреть. И видели в этих фильмах, в этих программах, видели то, на что они могут получить какие-то ответы. Потому что это делают такие же, как они, ровесники или люди чуть постарше, но те, кто думает, мыслит в этом же направлении. Бывает даже зачастую в фильм, ну, может быть, он и слабый, да, но там настолько интересная тема, которую затрагивают дети, подростки, и это очень важно. Это трогает, и дальше ты уже смотришь на другое, как они эту тему раскрывают. Может быть, там может быть слабо снято, бывает такое, ну, мы же все учимся. Профессиональная техника. Но тема настолько интересна, и она трогает, и за это нужно цепляться, и это нужно поощрять. А какие темы актуальны сегодня? Вот какие темы поднимают? Вы знаете, на фестиваль прислали работы «Мир новых цифровых технологий». Будет фильм, я скажу, Евпаторийский, да, где дети рассказывают, что мы сейчас все настолько погрязли в этих гаджетах, что мы забываем, что есть живое общение. Мы забываем то, что есть человеческие качества и ценности. И они нас возвращают обратно. То есть, тем самым говорят, что давайте мы будем общаться, помимо того, что мы будем находиться и закрываться и себе, и додумывать, домысливать. А мы будем общаться, и здесь у нас много проблем может решиться. Ну, это практически каждая работа, которая пришла на конкурс, в общем-то об этом. Да, они все со смыслом. Культура, традиции, семейные традиции, проблемы взаимоотношения родителей детей, вот эти темы, экологические проблемы. Это то, что волнует сегодня очень много людей. В этом году очень много прислали фильмов, так как это год культурного наследия народа в России, и очень много фильмов, которые рассказывают о истории этого края, откуда прислали работы, о тех мастерах, которые там у них живут. Мы о них не знаем, но мы можем через фильм посмотреть и что-то увидеть. Да, вот, вот это то, может быть, кто-то искал какую-то особенность интересную. Это и гончары, и какие-то ремесленники, которые на сегодняшний день, может быть, это забытые промыслы. И о них надо вспомнить, о них нужно рассказать. Это очень всегда интересно. Спасибо, что пришли к нам сегодня в гости. И так интересно проанонсировали фестиваль Киностарт. Будем ждать гостей и, конечно же, жители других городов, несомненно, должны посмотреть в записи. Спасибо вам огромное. Мы всех жителей приглашаем на Киностарт. Приходите, смотрите фильмы, смотрите, общайтесь, получайте удовольствие. Продолжение следует...